Как-то ситуацию все равно исправить. Ну хорошо, выловить этот мусор, ликвидировать эти мусорные материки в океане, как-то утилизировать его. Да, Александр, ответьте, пожалуйста, а потом я вам расскажу мнение одного профессора. Сейчас как раз поищу его фамилию, чтобы не быть голословной. Нормально. Здесь ситуация следующая. В общем, есть довольно много множества разных оценок того, как влияет пластиковое загрязнение данной экосистемы на биоразнообразии. Проблема решаема. И во многих, как-то она отличается от многих других проблем. Например, отдельно даже в моментах, связанных с химическим загрязнением, резиденционно. Здесь можно просто перекрывать вот этот крантик как-то скажем, от этого отребления, которое и создаются мусорные острова, о чем мы говорили. Но здесь очень важно понимать другую проблему. Есть проблема, так называемого, микропластика, который очень быстро фрагментируется, мигрирует в окружающей среде. А еще, помимо этого, опасность о чем большинстве представляют добавки, те же самые пластификаторы, бельсинолы, которые добавляют в те же самые пластиковые товары старой упаковки, размягчая ее, придавая след, красительность и, возможно. И вот по оценкам до 21 миллиона тонн таких вот добавок сейчас плавают в океане, свободно мигрируют по 50 тысячам и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова